Что касается вопроса, поднятого вопрошающим, или сомнения, которое ты упомянул, о том, что изучение акиды приводит к разногласиям, то мы говорим, что это несостоятельная ложь. Напротив, изучение акиды является одним из факторов объединения, сплочения и согласия. Потому что если люди изучат свою акиду и объединятся на правильной акиде, то это будет похвальным объединением. И это именно то, что Аллах, аззаваджалля, повелел в своих словах, крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. И это то, о чем сообщил пророк, говоря о том, что его умма разделится на 73 группы. И рассказал, что спасенной группой будет та, которая будет на том же, на чем был Мухаммад и его сподвижники. Поэтому изучение акиды и знание правильной акиды является ключом к правильному объединению и братству по вере. Также, если мы встречаем человека, который расходится с нами в чем-то из акиды, но его разногласия не выводят его из лона ислама, он остается нашим братом-мусульманином. Даже если мы считаем его ошибающимся и считаем его заблудшим в том вопросе, в котором он ошибся, но не выводим его из лона ислама и имана, пока он не совершит то, что несовместимо с исламом и иманом. Это то, что касается этого сомнения. Итак, это сомнение ложно, а утверждение, что познание имана приводит к разногласиям и разделению, исходит от шайтана. Напротив, знание верного руководства, знание истины и знание правильной акиды является ключом к объединению, сплочению.